Мы должны знать и учитывать целый ряд вещей, если действительно суды Божьи постигают какую-то нацию или землю в целом. И вот об этом сегодня пойдет речь. Похоже, что из-за Евангелия процветания, которая очень распространилась, особенно на американском континенте, у нас у всех или у большинства или у некоторых присутствует несколько искаженный взгляд. На обетование Божье. Нам кажется, что даже если всех постигнут несчастье или какие-то беды или трудности, нас это не коснется. Потому что мы люди верующие и Бог обещал нас провести через всякое время и так далее и тому подобное. Но жизнь показывает обратное. Если случается экономический кризис, то он постигает всех людей. И верующих, и неверующих. Если случаются эпидемии, болеют все люди, и верующие, и неверующие. И разница как раз заключается в чем-то принципиально другом. И хотелось бы сегодня честно, открыто, как мы всегда это делаем, посмотреть в отдельные тексты священных писаний, чтобы нам не разочароваться. Потому что многие люди были очень патриотически настроены, когда вся эта тема с коронавирусом только начиналась. Мы болеть не будем, это нам не угрожает, мы защищены очень мощными обетованиями, и эти люди пострадали больше других. Потому, если у человека действительно есть вера, и как написано в послании к евреям, верою укреплялись от немощи, были сильными на войне и так далее, тогда у тебя есть личное откровение, ты можешь рисковать, по крайней мере. Ты можешь рассчитывать на какое-то личное знание или слово знания. Но если у тебя этого нет, то должны быть, по крайней мере, мозги. И мы должны понимать, что этого делать нельзя. Худше всего, когда нет ни веры, ни ума. Такие люди пострадали больше всего. Поэтому сегодня мы поговорим открыто, какие именно обетования оставлены в священных писаниях, на что мы можем рассчитывать. Потому что, когда механизм не срабатывает, люди разочаровываются. Люди теряют веру, а зря, потому что Бог всегда был и остается верным. Лучше сомневаться в наших вымыслах, потому что их достаточно много, к сожалению, в нашей голове. И благодаря вот таким сложным обстоятельствам как раз разбиваются иллюзии. Настоящая вера в Господа Бога не разбивается. Я просто в это не верю. Для этого мы должны исследовать священное писание и хорошо понимать, что именно обещает Бог своему народу в трудные времена и в тяжелые периоды истории. Например, пророк Исаия в 43 главе вторым стихом пишет от имени Господа. Обращаясь к нам, к людям или к Израилю в их случае. «Пойдешь ли через воды, я с тобою, через реки они не потопят тебя. Будешь ли проходить через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». По крайней мере, я не знаю, что вы слышите и какие выводы вы делаете из того, что сказал здесь Господь. Но я делаю два основных вывода. Первый вывод – ты будешь переходить через воды. Мы не живем на другой планете, мы не инопланетяне. Мы живем в среде этого же общества, которое Господь подвергает судам определенным, испытаниям. И мы часть этого народа. Мы не можем избежать того, что происходит в нашей среде. Потому первый вывод – ты будешь проходить через воды. Ты будешь проходить через огонь. Но второй вывод, наиболее важный – Господь обещает, что я буду рядом с тобою. Следовательно, главное обетование Бога заключается не в том, что Он обещает тебе безоблачную жизнь. Нет таких обетований в Библии. Главное обетование Бога заключается в том, что Он обещает присутствовать в твоей жизни при всех твоих скорбях, при всех трудностях, которые выпадут на твою долю. Я очень рад, что я могу сегодня это говорить открыто, прямо, опираясь на тексты Священного Писания, потому что это же нам и поможет. Итак, еще раз, главное обетование Бога заключается не в обещаниях благополучия или процветания. Главное обетование Бога заключается в Его присутствии посреди нас на момент скорбей или страданий. Почему я считаю наиболее важным услышать Бога? Вера от слышания. Мы, как правило, понимаем от Слова Божьего, что правильно, но вот это звено между «моя вера» и Слово Божьего есть вот это звено слышания, то есть каким-то образом способность услышать, что говорит Бог. Все люди, которых мы сегодня называем героями веры, они все слышали Бога. Уже каким образом? Это отдельный разговор. Но и верою победил весь мир. С одной стороны, весь мир, логика, здравомыслие, родственники. И с другой стороны, один человек, которому Бог сказал «строй ковчег». Само определение и понятие веры у нас обретает совершенно другой смысл. Вера католическая, вера протестантская, что такое общее, обтекаемое, какое-то христианское течение, доктрины и так далее. На самом деле вера – это всегда реакция отдельного человека на отдельное послание, которое Бог каким-то образом передал ему. Господи, научи нас молиться. Узнать большее вы можете на платформе forspirit.org.